Садоводы выращивают мак в больших количествах, тысячи кустов в огородах. На вопрос, зачем столько, отвечают для красоты. Правда, за такие плантации хозяевам грозит наказание. Отдел наркоконтроля проводит рейды. В рамках операции «Мак» сотрудники отдела наркоконтроля выявили в садоводстве горняк на территории одного из домов заросли мака. Хозяйка дома пояснила, посадила цветы для красоты приусадебного участка. Полицейские изъяли более тысячи кустов мака и направили на исследование. По результатам будет принято процессуальное решение. А в поселке Сыркаши полицейские изъяли у владельца участка 108 кустов мака. Исследование уже проведено, результаты показаны. Данное растение является наркотическим. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Операция «Мак» продолжается. Полиция рассчитывает на активную помощь горожан в борьбе с наркотическим зельем. Об очагах произрастания наркосодержащих растений звоните на телефоны 98019 и 98020, а также на телефон доверия полиции 21455. В Междуреченске продолжаются кражи. Зачастую потерпевшие сами оставляют имущество без присмотра. Продавец одного из магазинов заявила, что у нее похищен сотовый телефон, который лежал на прилавке. Ущерб оценила в 4000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские сделали запросы в сотовую компанию. И благодаря полученным ответам установили и задержали подозреваемую. 29-летняя ранее судима Междуреченка пояснила, что находясь в магазине, увидела телефон на прилавке. И пользуясь тем, что продавец отвлеклась, похитила его, оставив для личного пользования. А теперь за кражу ей грозит до двух лет лишения свободы. А телефон возвращен потерпевшей. Другая потерпевшая, гуляя по дамбе реки Уса, оставила свою сумку на лавочке и ушла домой. Вернувшись, обнаружила ее отсутствие. В сумке находились деньги, золотые серьги, банковские карты, сотовый телефон. Ущерб оценила в 12 тысяч рублей. Оперуполномоченные задержали подозреваемую. Ранее не судимая, 37-летняя Междуреченка, призналась, похитила сумку. Проверив содержимое, сдала в ломбард золото. Деньги потратила на личные нужды. Телефон оставила для личного пользования. Сумку выбросила в мусорный бак. Оттуда она впоследствии была изъята. Теперь подозреваемый грозит уголовное наказание за совершение кражи.